Го. Штат на юго-западе Индии. Бывшая португальская колония. И как бы это грустно не звучало, но это самый маленький среди штатов по площади и один из последних полноселенных мест. Несмотря на огромное количество постоянно пребывающихся на туристах. На данный момент население составляет примерно полтора миллиона человек. Столица Фанаджи тем не менее крупнейший город Маскадагама, где собственно расположен международный аэропорт Дабалим. Куда и прибывают практически все туристические самолеты, где приземлется соответственный наш. Гор расположен в средней части западного грежа Индии. На северном границе со штатом Махараштра на юге и востоке с Карнатакой. На западе омывается прекрасно в моралинском море. Длина береговой линии составляет примерно 101 км. Географически Гоа делится на северный и южный. В северной части преимущественно расположены отели категория 1-3 звезд, ну либо совсем без звезд. И отдых здесь рассчитан на бюджетных туристов и местные ночевения. Большинство пляжей достаточно многолюжных. В южной же части наоборот, ориентированных туристов с более высоким достатком. Скажем так, не только это и есть метро. В основном это зажиточные европейцы и богатые медосы, которые любят отдыхать подверг в более высокой категории, нежели чем в северной части. Стоит также отметить, что в северной части именно туристические журтки Кудра развито больше. Так как мы самые обычные и непривердливые туристы, то выбор наш полный поселок Кандалин, расположенный в северной части Гоа, ближе к Фанаджи. Сейчас селим Алиэкспресс и отправляемся в домате этого. Колям, не вайфай, пытаемся поймать. Он чуть не ловится. Колям, вы поймали вайфай? Отдайте нам. Так что вот, встретимся в домате этого. Все, позади свои места. Готовьтесь к капсулу. 35F. 35F. Все, чуть-чуть и мы полетим. Пожелайте нам удачной посадки и взлеты. Сегодня 15 декабря на Утсхоу. 14F еще вообще на 14F. 14F, да. 14F. 35F! Субтитры сделал DimaTorzok Сразу из аэропорта нас привезли в отель Royal Neural Beach. Он находится примерно в 50 метрах от центральной улицы Фондолима и примерно в 10-15 минутах ходьбы от пляжа. Так как отель изначально был нужен только для того, чтобы там переночевать, наставить вещи и переодеться, то и выбирался он по принципу «будем брать тот, что будет самый дешевый и не сильно на заднице». Думаю, все им остались довольны, ну я по крайней мере точно. Заострять внимание на нем не будем, скажу лишь коротко. У него небольшая зеленая и в принципе ухоженная территория, несколько корпусов и есть бассейн, который хоть и не огромного размера, но очень часто выручал нас жаркими вечерами. Номера не первой свежести, зато достаточно просторные и с кондиционером. Завтраки не хуже тех, что готовишь всегда дома. Каждое утро давали арбуз и папайю. Особенно полюбилась острая манная каша. Заселение мы ждать не стали, оставили вещи в камере хранения отеля и тут же отправились на пляж. Ведь после долгой дороги не хотелось ничего больше, кроме как наконец-то искупаться. Придем, они бесплатные, да? У тебя кушаем потом, да? То есть ням-ням и тут отдыхаем. Бесплатно, free. Free, free, eat for you, ok? Eat, drink, free, sleeping, swimming. Eat, 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 eat. Талям, походу ты вообще фантастически общаешься с ними. Да, очень. Чё? Слипинг, свиминг сказал. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much longer. Man, I've been waiting my mate now, that's how long I've been on you. I need you right now. Let's get lost tonight, you can be my wife Tara Banks tonight. Play secretary, I'm the boss tonight. You don't give a fuck what they all say, right? Awesome, the Christian, Christian Dior. Dan, they don't make them like this anymore. I ask, cause I'm not sure, does anybody make real shit anymore? Bow in the presence of greenness, cause right now Dow has forsaken us. If you should be on about my late miss, that I even show up to this fake shit. So go ahead, go nuts, go egg shit, especially in my pastel on my baby shit. Now I'm going to taste the same. We're trying to drink this other alcohol gera, right? We're expecting an alcohol drink. I'll be drinking on my baby shit. As the only thing that I'm going to eat, is when I'm going to be active. Кошмар! Ооо, стекло чисто! Ну давайте не будете спить, а? Эй, некуда отступать! Это всё записано будет, потом с лапоками... Задокументировано, если мы сейчас не выпьем... Прикинь, приедем потом! И что про нас Артём подумает? Да... Просто стыдит вас! Он сейчас слёзы в подушку льёт... А если хоть будет, по-моему, у него... Ну давай! Ну что бы все, короче! Для того, чтобы не померли! Я тоже не померли! Он сказал, не пейте здесь! Он говорит, не пейте, не пейте! Он говорит, не пейте, не пейте! Они хотели забрать, допивайте козу! Может они говорят, допивайте козу! И валите отсюда! Ого, господи, я даже смотреть не могу на это! И с супом заесть! Нормоз! Наливай! Блин! Слушай! После вкуса ацетон и есть! Хоть я ацетон не пил, но думаю, кто бьёт ацетон! У них такое! Глаза боятся, а руки делают всё равно! Главное зрение не потерять! Легко на входе, легко на выходе! Ну, в общем, завтрашний день покажем! Не бойтесь это пить! Всё нормально! Угу! Блин, реально можно обедаться вот этой фигурной! Одной! Сытная! Я рис с креветками заказывала! Точно! Я помню! А это что тогда такое? А ты лимонный рис заказал! Я лимонный рис заказал! А я с креветками резал! А, ну тогда... Значит, наверное, твоя всё-таки, да? Колянова? Моё, кажется! Ты с креветками дали? Это что? Нет! Элька заказывал рис с креветками! А вы ханде! Дэн заказывал, короче! Я чикен ханди и лимонный рис заказал! Так вы ханде оба доказали! У вас одинаковые должны быть! А, одинаковые! Ну, я почти с креветками! Сейчас узнаем! Это чикен ханди! Ага! Ага! Это чикен ханди! Это чикен ханди, да? А, ну вот знаешь! Вот это и твое! А, ну ладно! Вот это Элька, да? Давай! Я вообще рис с креветками заказывала! Нет, дожди! А рис с креветками? Нет, я точно помню, что заказывала это! Сними его! Чё, девочка? А! Тогда возьми! Я бы не помню! Помню, что у меня были креветки тоже! Ну, я в каляне тоже! Ну, ладно, я бы накормить тогда поем! То есть, это вот у нас с Каляном чикен ханди! Чикен ханди! Ты даже половину! Я вообще маленько чикен ханди по-другому представлял! Это какая-то тут пюреобразная жуна! Ну, я думал, там будет курица там, ну... Так она и есть! Просто курица без супа! Пюре какая-то! Пюре какая-то! Ну, вот, кстати, вот это! Сколько это стоило? Что-то оно... Сто два! Сто пятьдесят, что ли? Ну, сколько так? Ну, вот это офигенная порция, короче! Пюре! Да, да, да! Тут не чикеры! Пипец, кстати! Я слеплю, кажись! Ну, ладно! Слепнешь, да? Слепнешь, да? Что, ну, теперь выхидывается и... Ничего не пьет! Шучу я! Ну, я просто как-то вот отрыжка... Галоши какой-то отрыгил! Прям в мисиных гонок! Вообще! В мисиных! Ладно! Ладно, хоть не следую! Что тут? Ну, зато не острая! Нормально! Победник, а сквестный! Кстати, вкусненько! Ну, прям как будто макарышки с курица просто! Как это у тебя называется? Заблакой! Я не знаю, у меня называется рис с креветками! Рис с креветками там называется, да? Я тоже помню, что... На соль беды! Кстати, мы тебе, по-моему, что-то там... Да, я помню! Да, я же сначала... Сначала хотела из морепродуктов взять, а потом пришли с креветками! Рис закончился, спит в бухару, да? Наверное! Да сейчас я отдам! Не запоем! Да нет, нет! Еще... На... По половине съедим! Попробуем знаменитый чикен конец! Мне не хочется, чтобы я еще грибы заказывала! Да! Грибы? Грибы я какие-то еще заказывала! Нет, грибы я точно не заказывала! Грибы я точно не заказывала! Грибы циногенные, наверное! Что-то, конечно, тебе херово, как-то, мне кажется, нет? А? Как-то тебе херово! Я вообще, я не вижу ничего! Я на ощупь, короче, сейчас! Я просто не говорю об этом! Вслух! 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 Чтобы Ленка не расстраивалась! А это что такое, да? Чикен конец! Нормальная тема! Мне кажется, что это еще можно! Герман! Герман! А это? Баранин! Вот! Вот мое! А вот это не знаете, кто заказывал из нас? Чикен ханди? Нет, это чикен ханди! А вот это как называется? Как называется? Ну вот это ты, по-моему, заказывал! Как у вас это тазик на корону! Что это? Чикен нудрл! Чикен нудрл? Да! Я блин чикен ханди заказывал! Ну ладно! Чикен ханди! Вы будете... Ну нет, вкусно! У нас уже хорошие есть! Покушаем! Тогда вот это мой, что ли? Да! Ну давайте ем! Ты хочешь это? Да! Да! Не, макарошки вкусные, кстати! Вот так вот? Да! Впирайся, я блин сейчас обожгу здесь корону! Нечего было заказывать! Ну Ленка вообще красава! Сначала мой лайф вывела, потом... Все, попробуем его! Молодец! Молодец! Где ты еще не с креветками поедешь? Когда ты через креветками поедешь? Я просто искал, что слишком дорого и говорю, если Ленка будь заказывать билет! Правильно? Думаю, вы понимаете, что на дегустации одной только фене мы не остановились. Поэтому остаток дня у нас прошел незаметно, и наш первый закат солнца нагло получился очень даже позитивным. Что касается первого впечатления об Индии, то оно двоверкое. С одной стороны, это грязь и мусор кругом, мы абсолютно антисанитарея, безумный трафик с постоянным бибипом автомобилей и скутерами. Ты не понимаешь, куда попал и зачем вообще сюда прилетел. Но как только видишь прекрасное море, красивые широкие пляжи, да и даже самих индусов, которые несмотря ни на что всегда приветливы и дружелюбны, на лицо у тебя появляется улыбка, ты не замечаешь ничего плохого, и тебе хочется остаться здесь как можно дольше. Какая штуна хрень. А да ладно, пускай будет. Ведь все что было в Индии, остается в Индии. В общем, таким был наш первый день. Если вам понравилось мое видео, то жмите палец вверх, подписывайтесь на мой канал и следите за обновлениями, ведь дальше будет еще интереснее. Поехали.